После введения на Украине военного положения в соседней Одесской области готовятся к развертыванию блокпостов на автомобильных дорогах, в том числе вдоль границы с Молдовой. Украинские СМИ утверждают, что пограничники усилят охрану границы на Приднестровском участке, где построят дополнительные опорные пункты, на которых будут останавливать и досматривать все подозрительные автомобили, заполненные мужчинами призывного возраста и автомобили с иностранными номерами. В то же время на улицах Одессы горожане сняли на видео проезд зенитно-ракетного комплекса С-300 и другой военный транспорт. Все это происходит в соседней Украине, совсем рядом. И потому возникает резонный вопрос, как ситуация в Керченском проливе повлияет на нас, причем в разных аспектах, от бытового до политического. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю моих гостей. Сегодня это Валерий Денизевский, глава бюро ТАСС в Республике Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. И Корнелию Чурик, политолог. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по одному из указанных ниже номеров телефонов. Итак, вот знаете, давайте начнем все-таки с бытового аспекта всей этой ситуации. Вот смотрите, министр внутренних дел Республики Молдова, господин Жиздан, говорит, что признаков для беспокойства для молдавских граждан в принципе не существует. Их просто нет. Но сегодня прошла информация, что одна из служб такси категорически не рекомендует своим водителям, своим сотрудникам пересекать границы Республики Молдова. Вот там такое эмоциональное обращение к ним, да, вот убедительная просьба временно не покидать границы Молдовы, береги себя и своих близких. Вот прочитают наши граждане эти два обращения и какому поверят? Господин Демидетский. Ну, давайте скажем так, что мы это пережили. В 2014 году вдоль нашей границы играли противотанковые ров, перерывали как бы проселочные дороги, да. На блокпостах, когда вы ехали в Одессу, стояла бронированная техника вооруженная и так далее. Одесса была полна людьми, которых выгнали из Киева, которые уже сделали Майдан и оказались там лишними, их погнали на Одессу. А комплексы С-300 тоже ездили? Нет, комплексы С-300 стоят в Одессе, в районе Черноморки, уже стояли тогда. Тогда? Тогда. И сейчас их может быть усилить и так далее. Ну, вы сами понимаете, что никакой войны между Россией и Украиной не было и не будет. Меня вообще это удивляет, что военное положение на Украине ввели на пятый год войны. Если верить господину Порошенко, Украина находится пять лет в состоянии войны с Россией. На пять лет больше, чем Великая Отечественная война. Идет война уже, да. Что Российская армия однократно вторгалась на территорию Украины. Было Дебальцево, Иловайск, Волновахо. Погибли сотни, тысячи людей погибли в этих котлах, в этих боевых операциях. И тогда военное положение никто не вводил. А сейчас какая-то вот непонятная ситуация. Для меня она очень понятна, потому что я бывший моряк, если вы захотите попробовать меня спросить об этом. Будущий тоже неплохо. Нет, может и будущий, да. Куплю себе яхту, буду кататься на пенсии. Вот, поэтому, вы знаете, из-за такой, ну как бы, ну я бы сказал так, из-за такой простой-простой-простой ситуации, да, очень простой для моряков, вот, проще не бывает. Вводить военное положение, мы все понимаем, что это связано с выборами. И я согласен с теми политиками, которые во время обсуждения этого военного положения в РАГе заговорили о том, что это военное положение нужно вводиться к выборам. Это заставило господина Порошенко скостить на месяц срок, да, и вытащили из него обещание, что это никаким образом не наедет на выборы, вот это военное положение. Нет, нет, секундочку, но если вы посмотрите на карту Украины, да, где введено военное положение, те области, то вы, если вы сопоставите ее с картой голосования, то вот именно вот эти области, в которых вводится военное положение и будут применяться специальные, как бы сказать, меры, они голосовали всегда против действующей власти. Да, об этом уже, кстати, сегодня заявила Валентина Матвиенко. Вопрос был в другом, но господин Дзиндетский, да, вы, спасибо, что вы помните вопрос. Кому верить нашим гражданам в этой ситуации? Я должен все-таки дополнить, потому что я часто езжу на такси, у меня нет собственной машины, и когда мне нужно выезжать за границу или в Румынию, или в Украину, я иногда пользуюсь службой такси. Я должен вам сказать, что в Украину такси уже давно не едут, у них есть, ну, я бы не так, я бы не сказал строгое наставление со стороны руководства, они иногда нарушают ее, но правило, в принципе, звучит так. В Украину мы не едем, потому что там могут произойти, особенно в Одесской области, разные инциденты. Поэтому то, что было озвучено сегодня, что какая-то служба такси в Украину сейчас не едет, мне кажется, это не соответствует действительности, а на самом деле они уже давно, ну, начиная с 2014 года, в Румынию как раз они едут. Ну, ситуация, понятно, она намного там стабильнее, и, конечно же, для водителей такси, для служб такси очень важно доехать и вернуться обратно без приключений. Я тоже задавала себе этот вопрос, что так могло испугать ту же самую службу такси. И потом ответ, на мой взгляд, может крыться в формулировке самого военного положения. Когда ты читаешь, что это такое по украинским законам, то ты начинаешь примерно понимать, чего можно опасаться. То есть, да, это особый правовой режим, позволяющий украинским властям ограничивать права и свободы граждан. Например, власти могут конфисковывать у людей и компаний имущество для нужд государства. Ну, корову, там сегодня весь день говорили, придут и конфискую, да. Ну, сегодня вот так вот они шутили, да. Ограничивать свободу передвижения, регулировать работу СМИ. Во время военного положения закон разрешает в том числе ограничивать свободу перемещения граждан, иностранцев, и лиц без гражданства, а также движения транспорта. То есть, понятно, в отношении своих граждан и в отношении иностранцев. То есть, что хочу, то ворочу. У нас так. Нет, нет, конечно же, были указаны статьи Конституции, которые во время военного положения могут быть, как бы, ну, если не нарушены, то ограничены права. Там и свобода ассоциации людей, то есть участие в разных протестных действиях, и многие другие права, и это, естественно, вытекает из вот этого спецрежима, который устанавливается в Украине сейчас. Другой вопрос мы можем обсуждать, оправданно это или нет. Но если ты устанавливаешь военный режим, то, конечно же, ты вправе ограничивать права. Но, тем не менее, украинская сторона, она присутствовала на заседании вот этой парламентской группы, которая приезжала и встречалась и со спикером Канду, и с премьером Филиппом. И они как-то, они говорили в том смысле, что особых ограничений для наших граждан, для молдаван, не будет. За исключением, возможно, тех лиц, которые будут иметь, которые имеют российский паспорт. Вот по отношению к ним, возможно, определенные действия. И как-то, если кто-то желает проверить это, то он свободен выехать вот в эти регионы и проверить. Я лично для себя, и, кстати, наше министерство дали это указание, лучше не проверять, лучше как-то ограничить свои поездки на этот период. Это месячный период пока что. Да, пока что. Пока что это месячный период, то есть ничего страшного нет. Вот я так понял, что господин Демендецкий собирается поехать в горы в Украину. Это его право, он может поехать. Я все эти годы ездил на Украину и в Одессу, и в горы, и никаких проблем с некими проблемами не сталкивался. А давайте вспомним о некоторых ситуациях, господин Демендецкий, которые мы иногда же, когда читаем в средствах массовой информации, что с той машиной проблема, с молдавскими номерами. С той машиной проблема. И вы хотите сказать, что все они... Людмила, есть такая вещь, есть такая пословица хорошая. Жалует царь, да не жалует псарь. Дело в том, что, понимаете, на любой таможне, на любом каком-то государственном органе сидит чиновник, который министерской и президентской фантазии всегда крылышки обрежет. У нас военное положение. Что ты ему скажешь? Вот тебя остановил полицейский. Он как бы не знает о контакте с Кристиной Лисой. Нет, нет, понимаете, и представьте себе, что еще наше население, которое не очень хорошо смыслит в законах и в положениях, мы же не все квалифицированные юристы, которые можем чем-то доказать и напугать полицейского. Желательно, конечно, тут же расстаться с какой-то суммой денег, да, чтобы избежать конфискации машины для подвоза снарядов, например, на Донбасс, или еще чему-то такого. Могут такое сказать вам, да, или может. Но с другой стороны, Людмила, понимаете, делать вот такое со стороны украинского государства, которое очень много, Украина это страна, которая очень много зарабатывает на транзите и на туризме. Так вот, это то же самое, что выстрелить себе много, я думаю, что даже выстрелить повыше. Понимаете, дело в том, что невозможно развивать туризм и в то же время гостей. И вот мэр Львова, да, у них есть такой, он возглавляет партию, он сказал, это же идиотизм, да, мы хотим зарабатывать на туризме, да, и мы тут же самое, вот бегают у нас какие-то люди в масках, в балаклавах, да, пристают к людям, срывают какие-то флаги, срывают российские номера и так далее. Кто уж нам поедет? И Украина очень много потеряла, кстати, на вот этих туристах, которые приезжают из России. То есть я к тому говорю, что развивать туризм, это понимают те люди, которые непосредственно этим занимаются. А те, которые творят беспредел, они как бы не думают о туризме, да? Нет, они думают отжать какие-то деньги. Это то же самое, что в Одессе самыми большими националистами являются такие хлопцы, очень предприимчивые с 90-х годов, которые обкладывают, допустим, ту же Аню Лорак или других тройными четверными поборами за право выступать в Одессе. Если она кому-то там не заплатила, они проезжают, поджигают вход в концертный зал и так далее. Это типичный бизнес. Давайте оставим Аню Лорак. Меня сейчас волнует все это, как сказывается на гражданах республики Молдова. Вот смотрите, вы говорите, когда анализируете ситуацию с Украиной, вы говорите, ну вот столько лет продолжаются, вот есть военные действия на востоке Украины, господин Порошенко в это время не объявлял военное положение. Вот он объявил его сейчас. Замечательно. Тому есть одно единственное объяснение. Значит, он захотел это сделать. Значит, ему для чего-то нужно, секундочку, нужен был повод. Вы полагаете, что для предвыборной кампании. Замечательно. Я согласен с теми, кто ты говоришь. Господин Дугин сегодня прочла его статью, он, например, считает по-другому. Он, например, считает, что ему нужна не эскалация, ему нужна война. Да. То есть, это я говорю о господине Порошенко. У каждого из нас, разумеется, сейчас есть свое мнение. Но давайте мы сейчас вот посмотрим, если, на секундочку, если какие-то предположения господина Дугина имеют право на существование, то тогда мы подумаем, что сегодняшнее, например, поведение украинцев, которое требует закрыть Босфор, да, вы в курсе об этом, да, то есть они выступили с такой инициативой. Тут люди задают себе вопрос, а не может ли стать следующей точкой, это Приднестровье, вот это, именно этот кусочек. Ну, почему нет? Тогда и Молдова подключится. И самая заветная мечта украинцев, что конфликт станет более глобальным, они же сейчас страшно обижены, все идет не по сценарию, да, не так реагируют. Нет, почему? Кое-что они... Не, ну они плачутся, я вот сегодня читала, они говорят, ну вот, понимаете, почему, наконец-то, вот выражая уверенность, да, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия, понимаете? Это командующий военно-морскими силами. Вот он, это сегодняшняя цитата. Вот давайте об этом порассуждаем. Может стать Приднестровье очередной точечкой, если прав господин Дугин? Вы знаете, Приднестровье точечкой, я не думаю, что кому-то сейчас нужно ворошить Приднестровье. Первое. В любом случае, больше всего это не нужно России, потому что появляется новая головная боль, и очень большая головная боль, потому что не среагировать они не смогут, а как реагировать, это опять как бы новый взрыв региональный и так далее. Те, кто, может быть, замысливает такое дело, но я хочу вам сказать, что я бы в Приднестровье так просто не совался. Там, во-первых, есть хорошая группировка не российских войск, а именно Приднестровских войск. У них где-то под ружьем, скажем так, 10 тысяч человек есть, хорошо обученных и так далее, и так просто это не пройдет. Поэтому пробовать Приднестровье на такое, это очень опасно. К тому же там большая группировка, скажем, находятся в большие склады с вооружением. Если там все будет нарушено и превратится в хаос, то это будет опять очередное расползание оружия по Украине, по Молдове и так далее. Никому из международных больших игроков это не нужно, тем более Европе, России. Да и у самой Украины, я думаю, ей хватает проблем с этой войной на Донбассе, чем вот в Ворошить Приднестровье. А почему вы, нет, секундочку, почему вы Украину и Порошенко ставите на одни весы? Вот Украине, да, а Порошенко? Людмила, секундочку, секундочку, я не договорил. Я тоже считаю, что Украина и Порошенко две разные вещи. Одно дело отношение к украинцам, другое дело к политикам украинским. У меня разные отношения. Украинцев я люблю, политик вы, как всех, не очень. Но по большому счету, понимаете, я думаю, что, я боюсь другого. Как бы у нас, вот этот заразительный пример, да, есть такое пословице, говорит, какой там борщ, когда такие дела на кухне, какие там выборы, да, когда у нас война. Вот я боюсь, что и у нашей власти тоже рейтинг не очень, да, предвыборный. Мы знаем все, что у господина Порошенко рейтинг провальный перед выборами. И выборы выиграть очень сложно. Хотя я думаю, что американцы сделают все, как говорят мои коллеги из Киева, для того, чтобы он остался президентом. Вот. Но я говорю, как, ну, ребята, какая же это демократия. Они говорят, ну, так вот, оставят его и все. Они так уверены. Я не очень разбираюсь хорошо в украинской политике, поэтому я им уже верю на слово. Вот. Но по большому счету я боюсь, что это действительно станет заразительным для политиков. Не войну устроить большую, такую катастрофическую и так далее. Но что-нибудь устроить, типа, вы знаете, такой там, какой-то инцидент со стрельбой, с хлопушками и так далее, и так далее, раздуть это в прессе и объявить, может, и у нас чрезвычайное положение. А почему бы и нет? Да, вот патрио-мерты, враг на пороге, какие выборы, все такое прочее. Были же у нас перед прошлыми выборами, у нас же были террористы, да, говорили? Вот террористическая угроза. Тем более, да. Тем более, видя вот этот накал сегодня в наших СМИ и у представителей власти о том, что они там готовы защищать от российской агрессии, я, правда, не видел где-то агрессии. Мы поговорим. Я запомнила вашу мысль, с этого начнем следующий ваш ответ. Господин Черев, вы как считаете? Я читал статью Дугина, конечно, он пишет, как всегда, красочно, но из того, что он размышляет, мне кажется, немного происходит на самом деле в практике, потому что он говорил о том, что Порошенко не остановится на просто объявлении режима войны, то есть это явно недостаточно для него, он не получает выгод из нынешней ситуации, поэтому ему выгодно идти на эскаляцию, конечно, и в конце концов создать маленькую войну, в которой затянет и тех, которые сегодня, его союзников, которые сегодня не очень хотят заниматься этими делами. Которые, может быть, даже хотели его и сменить. Да, но сейчас им придется... Кстати, кое-что из этого происходит, то есть мы видим сегодняшнюю позицию Трампа о том, что он отказывается от встречи с Путиным, кстати, это тоже небольшая тактическая победа, я это... Нет, вы читали это утром, а после обеда подтверждение, что встреча состоится... Ну, значит, эта маленькая победа... Мы посмотрели друг на друга, просто у нас разная информация. Нет, вы знаете, когда мне говорят, что встреча с Трампом это большая победа, мы понимаем... А я не сказал больше. Нет, нет, украина. Я сказал, что если бы это произошло, то это было бы... Нет, нет, я хочу возразить, понимаете. Дело в том, что Путин это не та фигура, для которого, извините меня, важны лайки с Трампом и так далее. Это несколько другая категория. А для наших политиков фото с Меркель, фото с Меркель, это практически, это уже оргазм, понимаете. Тем не менее, если бы встреча не произошла, тогда бы это можно было бы рассматривать как определенным успехом. Конечно, давайте серьезно говорить. Никакого прогресса на этой встрече не будет. По той простой причине, это уже хорошо, что встреча состоится. Я объясняю, почему. Но ты меняешь повестку, благодаря твоим действиям, ты меняешь повестку дня сильным игрокам, поэтому... Но тогда это только доказывает то, что хвост виляет собакой. То есть, американцы или устроители этой провокации, или ими вертит Порошенко, который стоит с протянутой рукой. Хорошо, значит, возвращаясь к тому, что я сказал, то есть, вот эта идея о том, что, скорее всего, Порошенко наметил войну, пока что не оправдывается. А почему? Давайте порассуждаем. Давайте порассуждаем. Давайте. Вот прошло 30 дней. Он предложил на 2 месяца. Нет, нет, секундочку. Изначально он предлагал. Да, предлагал. Вот вы хотите, чтобы я поразмышлал на вашу тему. А я предлагаю вот то, что... Свои поиски. На самом деле. 2 месяца он предлагал. Парламент не согласился. Было сильное сопротивление украинского общества. То есть, идея была принята. Невозможно украинскому обществу в нынешнем состоянии отказаться от идеи военного режима. Это правильно. Потому что все-таки это то, что произошло, конечно, может и несравнимо с Дебальцевым. Но это является каким-то новым моментом. Более того, Украина видит, что Россия, там есть какие-то новые военные силы на границе. И поэтому... А какие новые силы военные на границе? Ну, опять Порошенко объявлял о том, что есть концентрация войск. Я не знаю, я говорю из того, что говорят Украину. Вы говорите из того, что говорите о России. Очень хорошо. Значит, и поэтому... Но! Военный режим объявлен всего лишь на месяц. Он объявлен не на всю территорию Украины, как хотел. На 10 согласий. А на 10 регионов, областей. И поэтому... И более того, Порошенко обещал, что выборы произойдут. Конечно, это обещание, которое может быть выполнено, может быть нет. Но сейчас для меня совершенно не очевидно, что то, что говорили о том, что Порошенко исключительно из своих собственных интересов и электоральных объявил это военное положение или военный режим. Я с этим пока что не согласен. Да, да, да. Вот я тоже. Поэтому давайте порассуждаем. Все-таки вернемся к моей повестке, потому что я бы хотела говорить о господине Дугинине. Вот смотрите, пройдет вот этот месяц, пройдет 30 суток. Рейтинг Тимошенко, Тимошенко, рейтинг Порошенко за это время, как вы полагаете, он резко вырастет на фоне того, что мы пока... Порошенко. Ведь если обвиняют его в предвыборных... Вырастет он или он пока что не растет, он третий рейтинг в стране, четвертый. Нет, правильно, потому что у него нет поддержки, как мы видим, его пока не поддержал ни Трамп. Мы знаем, что сказала Меркель, сегодня посоветовала проводить умную политику. Так и сказала. Да, мы сегодня узнали позицию ЕС. То есть там, понимаете, вот все... Он хотел же санкции, а сегодня вот все эти международные игроки сказали, санкций нет, их не будет. И вот он месяц как-то человек должен жить, да, и потом он видит, что, вы знаете, как-то сильно мой рейтинг не вырос за это время. Тогда необходимо что-то делать. Ну вот это идея Догина. И вот тогда да, понимаете? То есть и тогда получается, что мы всерьез можем ожидать эскалации. Но мы же, я же исхожу из того мнения, что даже если Порошенко исходил... Что его рейтинг резко вырастет? Нет. И даже если Порошенко исходил из электоральных соображений, объявляя вот этот военный режим, тот факт, что украинское общество не приняло этот режим в той форме, которую предлагал Порошенко, доказывает, что он не может идти по этой линии до конца. И поэтому существуют все эти ограничения, военный режим, он не покрывает всю территорию. И я думаю, что у Порошенко нет ресурсов отменить выборы, как об этом говорит российская пресса. Если это произойдет, ну тогда это другой разговор. Но пока что у нас нет оснований говорить о том, что Порошенко собирается отменить выборы, которые назначены на конец. Вы знаете, Людмила, дело в том, что для Порошенко развязывание войны это уравнение с многими неизвестными. И с уравнением, которое придется решать не Порошенко, а его партнерам западным, то есть Евросоюзу и американцам. Они не заинтересованы сегодня в эскалации конфликта. Были бы заинтересованы, конфликт давно бы случился. Но с другой стороны, действительно, они заинтересованы в том, чтобы Порошенко остался у власти. И в этой ситуации действительно могут быть проведено вот такое большое шоу на границах и так далее. От которого действительно, что мы можем сказать телезрителям, они могут сильно пострадать. Потому что, знаете, когда вот это идет шоу, да, лес рубят, шепки летят, люди простые, которые поедут к родственникам на Украину, люди, которые поедут отдыхать, могут действительно столкнуться с очень большими проблемами. Они могут произноситься просто с произволом. Мы знаем, что на Украине, к сожалению, сегодня власть не все далеко контролирует. Там любого человека, даже чиновника могут просто прийти какие-то люди в маскалатах и бросить в мусорный бак. Могут избить, могут... То есть вот этот беспредел, понимаете, который уже украинцам вот здесь надоел, да, когда не действует закон, когда решает улица, да, когда люди друг друга оскорбляют, когда можно делить людей по национальному признаку и по-другому. Это, конечно, очень плохо, и от этого можем пострадать и мы. К сожалению, у нас тоже в предвыборной кампании происходит та же история. Да, тоже нагнетает политики страсти. У нас же тоже сепаратисты и так далее. Хотя я, честно говоря, им не могу понять, никогда им никто мне не объяснит, почему господина Милошевича за то, что он боролся с войсками, бросил войска на сепаратистов, он закончил свою жизнь на... как бы умер в Гаге, да, на скамье подсудимых. А господин Порошенко за это уже пять лет за... обстреливая собственные города, получает полное одобрение наших западных партнеров. Вот это мне никто не может объяснить. У нас что, сепаратисты есть плохие и хорошие, как шпионные разведчики, да? То есть, получается, если сепаратист, он поддерживается с Западом, он хороший сепаратист, как Тайвань, как Косово и другие, да? А если это сепаратист, допустим... Ну, конечно, двойные стандарты, Валерия, вы же понимаете, вот эти двойные стандарты, они подрывают и веру самого Запада, понимаете? Они давно подорвали веру уже и не только Запада, еще и такой инструмент, как ООН и вообще международное право. Но сейчас не об этом. Вот смотрите, мы говорим, что по отношению к Молдове. Если господин Порошенко там думает по поводу эскалации или не думает, но в одном он уже может быть уверен четко в том, что его действия поддерживает правящая коалиция в Республике Молдова. Вот смотрите, пока... А одни только и европейцы поддерживают, в принципе, и американцы поддерживают. Дайте мне доформулировать вопрос. Корнел сказал золотую фразу, и американцы поддерживают. У нас сегодня за поддержку американцев... Я жалор, я европейцы, и американцы не могут быть. Не, 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 европейцы не очень. Сейчас за поддержку американцам мы разобьемся. Я вам сейчас скажу, что это все не так, потому что вот таких фраз, которые позволил себе наш председатель парламента, американцы таких фраз, они не писали и не говорили. Вот Канду. Решительно осуждаю агрессию России. Россия у него уже страна-агрессор. Агрессию он сказал? Да, агрессию. Призываю международное сообщество, применить все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить эскалации конфликта. Мы солидарны с Украиной и поддерживаем ее право использовать территориальные воды в соответствии с нормами международного права. Осталось как на колхозном собрании спросить, шеф, я хорошо сказал? Нет, ну давайте обсудим. Филипп, наш премьер, мы поддерживаем Украину. Понимаете? Да, мы поняли. Речь идет о национальной безопасности и нас не может не беспокоить сложившаяся ситуация. Несколько мягче, то есть уже не агрессор, но прямая поддержка. Почему, когда некоторые страны, они просто очень мягко, они призывают к тому, чтобы, ну давайте вот разберитесь, мы против эскалации, мы против военного насилия. Мы там, понимаете, какие-то вещи у нас вот так в лоб. Бамс, и все. Нет, ну мы не можем не поддержать в данном случае Украину, потому что у нас ситуация зеркальная. И не поддержав их, мы тем самым сами себя сдаем. Вот посудите, там в проливе, в Керченском, все-таки это земля, сейчас Россия претендует на то, что это их территориальные воды и с одной, и с другой стороны. Но ведь Украина знает, что Крым-то их. Не-не-не-не, вы не в курсе. Там-то произошел инцидент, а россияне уже четко сказали, что это были те воды, которые были до присоединения Крыма. Ничего подобного, потому что территория, и это и территория Украины. Там есть определенное расстояние, определенное расстояние, которое им позволяет использовать эти воды, это общие воды. Но там еще в придачу добавляется и Крым, потому что раньше Крым принадлежал им, и это произошло около Крыма. Поэтому, так же, как и мы, в ситуации Приднестровья, мы считаем, что Приднестровье наше, они считают, что Крым наш, и поэтому они не должны отчитываться перед Россией в том, что они делают в своих водах. Это и российские воды тоже, потому что воды-то общие, согласно законам, но с подписанным соглашением. Но почему-то им поставили определенные условия, как проходить эти воды. Они, как говорят русские, спровоцировали ситуацию, но они проходили по своим водам. А теперь можно я добавлю? Сейчас, но я отвечаю на другой вопрос. Ситуация зеркальная, и поэтому в данной ситуации, конечно же, Мобова не может не поддержать. А можно было не называть Россию агрессором при этом? А, вот это другой вопрос. Вот насчет, например, я бы не назвал, господин Канду почитал нужным назвать это. Это его право. Ну, здрасте, а что скажут американцы? Ну, нет, ну опять, вы по поводу американцев. Мы румыны одного дипломата, мы троих, понимаете? У нас в обществе есть разные мнения. А, посольство тут же моментально выступает американское с заявлением. Молодцы, понимаете? Это же смеялись все над заявлением американского посольства, когда они приветствовали, что выгнали их троих коллег. Знаете, это, знаете, у соседа крова. По сути, Украина крова. А теперь давайте разберемся в морских делах. Вы знаете, я бывший моряк, и когда я вот слушаю вот эти все разборки политологов, политиков и так далее, и так далее, про морские дела и так далее. Первое. Эти бронекатера должны были пройти Керченский пролив. Так? И войти в Азовское море. Безусловно. Вы знаете, кто командует при проливе? Ни президент, ни МИД, никто. А командует капитан порта, который обеспечит ордер. Например, если мы не хотим иметь катастрофу типа Титаника или Нахимова, тогда все корабли, когда прибыли... Я сотни раз проходил Маласки пролив между Тихим и Индийским океаном, я пролил пролив Лаперуза. Там все подчиняются одному человеку, капитану порта, который управляет капитаней, вот этим проходом. Там все корабли, которые приходят, выстраиваются в очередь, получают свой ордер. И для того, что... И следуют один за другим в определенный промежуток времени. Почему это происходит? Почему разбился Титаник? Потому что корабль многотонный, это не машина, на которой можно затормозить на дороге или повернуть. У него инерция сумасшедшая, поэтому и сталкивается. И вот представьте себе, что люди, которые находятся в состоянии войны с Россией, они говорят, что они пришли и сдали запрос капитаней. Кому? Агрессору? Люди, которые обещали взорвать этот мост. Да, хорошо, но бог с ним. Который был построен в принципе... Нет, хорошо, хорошо. Но по нему кормил, едут живые люди на своих машинах. Понимаете? И взорвать его, конечно, не очень хорошая затея, согласитесь. Как-то так. Я понимаю, но с точки зрения Украины это не проблема. И вот представьте себе... Секунду, давайте, я не договорюсь. Представьте себе, вот стоят корабли, очень много многотоннажных кораблей, стоят в очереди и ждут своего ордера, чтобы пройти этот мост. В этом и приплывают два катера, и начинают соваться в этот пролив без разрешения. Провоцировав там столкновение в этом проливе, удар, обмост и так далее. Как должна была поступить российская сторона? Они их призвали к порядку. Там начались гонки, игра в пятнашки непонятная, да? И ясно было, что так как они, извините меня, не воевали, то есть не применили оружие, ясно, что это была родовая типичная провокация, направленная на ухудшение России. Они понимали, что Россия не может не поступить иначе. И капитан, капитане этого порта, Керченского, он, между прочим, россиянин. Но тем не менее он обязан был пропустить их в порядке очереди. Но у них ответа не было. И пока ответа нет от капитане, ты не имеешь права соваться в очередь, для того, чтобы не спровоцировать там кораблекрушение, которое придет к гибели людей, понимаете? То есть это то же самое, что вы напившись, сядете за руль машины, выйдете на Ленинский проспект, и будет, это моя столица, я искатаюсь как хочу, и поедете против движения. Понимаете? Порт, морское право регулирует, как и Босфор, то же самое. Вы видели, когда вы подходите к Босфору, там стоит длинная очередь грузовых, пассажирских, которые ждут свой ордер. Вы объясняете нормальную ситуацию. А в данном случае ситуация совершенно огромная. Корнелло в Киеве знали великолепную ситуацию. Понимаете? Я когда смотрел заседание совбеза с Порошенко, надо смеяться было. Стоит этот министр, как бы, их флота, да, и говорит, что вот мы там запросили, только если вы запросили ордер и проход через... Почему вы не дождались? Зачем нужно было гонять, вот эти устраивать гонки между кораблей? А почему Россия должна проверять корабли Украины и препятствовать им двигаться? До этого корабли Украины проходили военные, этот Кенченский пролив. Они пользовались услугами Лос-Мана. Их проверяли. И что? Да. И они освещали нас. И они в недоумении. Не хочешь, не проходи. Это очень просто. А почему проверяют? Потому что Россия уже контролирует и ту территорию, которую раньше... Нет, насколько я знаю, я, конечно, не сильна в морских злах, но есть такое понятие мирного прохода. И вот если есть сомнения в том, что... Ну дайте я договорю, пожалуйста. Если есть сомнения в том, что суда, которые проходят, что у них не очень мирные намерения, а когда они не отвечают... Почему Россия должна оценивать мирные намерения украинских судов? Потому что они хотят под их мостом, которые обещали взорвать. Почему не Украина должна? Понимаете? Я думаю, объясняю. А мост же не построен неправильно. Они же не имели права строить этот мост. Выходим, идем, взрываем мост. Дело в том, что мы должны понять мотивацию Украины. Вы совершенно не видите аргументов. Ведь они правы в этом споре. Мотивацию Украины, Корнел, абсолютно верно объясняют. Это то, что и Принюстория. Мотивация Украины была доказать, что Крым это их территория, и они плевать хотели, и могут пройти Крымский пролив без России. Что не могло априори случиться? По двум причинам. Первое. А. В том дело, что первое, самое большое ставлю. Даже не то, что можно оспаривать. Там многие оспаривали, что Крым это не российская территория. Ради бога. Они так считают. Пусть так считают. Это Молдова оспаривает, кстати. В нашем государстве официальная оппозиция и большинство. Я не против этого. Молдова официальная оппозиция. Это мы будем долго говорить. Но понимаете, правила движения никто не отменял. Понимаете? Вы можете повесить любой флаг на машину, но ездить по встречной полосе и бить соседей, никто вам не позволит это преступление. Понимаете? Но Украина не согласна с тем, что правила движения определяет сейчас Россия. В водах, которых находятся общими. Которые являются общими. И для этого нужно было устроить вот это вот шоу с риском столкновения кораблей. Они показали. Мы тоже можем устраивать шоу в Приднестрове. Мы этого не делаем, потому что не хотим. А Украина посчитала, что она себе может это позволить. И она права. Так же, как и мы правы. Но мы этого не делаем. Я не знаю, видели ли вы сегодня объяснение руководителя ВМФ или ВМС все-таки у них в Украине. У них военно-морские силы. Что он сказал, когда спросили его, почему Украина это все устроила? Знаете, что он ответил? Украина хотела показать свое лицо. То есть, понимаете, не необходимо было там пересечь эту территорию. Там вот не было. Кстати, это все время делает. Все показывают свое лицо, когда это касается своей территории. Вопрос в секунду. Но вопрос в том, каким это лицо показалось, в том числе и участникам международного сообщества. Вот здесь могут быть разные версии. Давайте мы не будем говорить о лице Украины. Украина это одно, а политика я еще раз говорил, это другое. У меня на Украине очень много друзей, близких, знакомых, родственников. Я очень жалею, то же самое, как и в России. Я очень жалею, что между двумя государствами это произошло. Проишло это по вине политиков, давайте скажем так. Политиков недальновидных, которые, извините меня, может быть, даже и в России есть такие политики, и на Украине есть такие политики, для которых было главнее, извините меня, сорвать куш. Понимаете, просто так. А теперь эти политики готовы разделять людей по национальному признаку, понимаете, для того, чтобы столкнуть их и лбами, и опять победить на выборах, и опять находиться у закромов родины. Любимых закромов родины, понимаете, вот и все. Давайте скажем так, на Украине после Майдана, вы спросите любого украинца, Майдан оправдал себя, и вам 99% ответит нет. Сейчас с вами будут спорить, Корнел. Нет, не будут спорить, потому что нет, потому что... Давайте его послушаем сначала. Я вижу, опросы в Украине показывает другое, но... Смотря какие опросы... Корнел, я знаю, что это вопросы, кто такие опросы делает, но я вам хочу сказать... Есть действительно такие, которые... А есть такие, которые категорически... Как бы базировать свое мнение на мнении ТАСС, это тоже не является... Я не высказываю свое мнение. Я высказываю мнение с тех людей, простых людей, с которыми я общаюсь на Украине. Это мои родные, это мои друзья, это близкие. Я не смотрю украинские телеканалы. Если украинские телеканалы, вы знаете, я поехал в Одессу этим летом, да, и поселился в гостинице, где был один пятый украинский телеканал. Я спросил, а что, других телеканалов нет, да, вот можно футбол посмотреть? Нет, у нас только вот этот канал. Я сказал, ребята, у вас дорогой отель, я не пожалел денег. Но это пытка смотреть этот канал, понимаете? Потому что от того, что там российских... Я совершенно не согласен. Я могу допустить, что люди недовольны в Украине, но тот факт, что обвинять политиков и народа Украины за создавшуюся ситуацию... Не-не-не-не. Совершенно неправильно. Вы так не сказали. Вы обвинили политиков, но вы в первую очередь имели в виду украинских политиков. Нужно понять, что Украина попала в эту западню не только по вине украинских политиков, или в меньшей степени по вине. И нужно их понять, потому что мы находимся в той же тарелке. У нас та же проблема, что Украина с сепаратизмом. Пока у нас проблема. Правда, Украина пытается, потому что она больше, она сильнее, она пытается жестче решить эту проблему. Объясняю. Но проблема в том, что соперник очень сильный и Россия. Но, тем не менее, Украина находит вот эти довольно-таки жесткие методы борьбы. Вы в России бываете? В отличие от нас. Вы в России бываете? Конечно, я бывал. Бывайте. Вы хоть на одной площади России видели людей, которые скакали, кричали, кто не скачет, тот хохол. А это было, между прочим, Корнел, Корнел, стоп. Это было не после Майдана и не во время Майдана. Это было до Майдана. До крымских событий. До свержения. Что вы хотите сказать? Вот политики украинские сегодня пожинают те плоды той ненависти, которую не воспитали. Ну, я же говорю, вы обвиняете украинских политиков. Играть на этом балансе. И при Кучме так было. Давайте скажем другое. Мы кричим всегда, что сепаратисты. Украинцы говорят, что сепаратисты на Донбассе. Мы говорим на Приднестровцев. Сепаратисты. Сепаратисты. Скажите, пожалуйста, те денежки, которые они там делают на Молдавской ГРС и так далее, они не сепаратные, не жгут ляжку? Не противны? Кому? Кому? В нашем поле тем, кто делает эти деньги. Не знаю я, про что вы говорите. Как ничего не знаю? Мы откуда? Вот эта электроэнергия в студии, она откуда? Заплаченная, кстати. С Молдавской ГРС, да? Все заплатили. А почему же мы, извините меня, имеем дела с сепаратистами? Почему мы поставляем туда металл? Почему мы торгуем? А вы думаете, между Донбассом и Ахметовым нет отношений? Прекрасно. Ты знаешь, а зачем тогда посылать туда людей калечить за непонятно что? Если эти люди, которые у власти, хорошо торгуют и сотрудничают. Именно поэтому интересы Ахметова сейчас ограничиваются. Да ничего мы не ограничиваем. Мы сегодня занимаемся, как мы контрабасом через Приднестровье, так и они занимаются через Донбасс. Поспросите наших аграрий. Многие наши аграрии вложат через Донбасс и те же фрукты и так далее. Так, я думаю, намного жестче. Совершенно не так как Приднестровье. У нас времени уже практически не у нас. Вот поэтому я не люблю политику. Кстати, вы видели заявление более из партии ПАС. Понимаете, ради собственных денег политики всегда находят интересы. Я знаю об этом интересы. И вы знаете, и все мы знаем. Но они не жалеют простых людей. Может быть в Молдове, да, но не в Украине. И на Украине то же самое. И плевать они не хотели. Потому что идут из несчастных людей из сел за 200 долларов воевать на Донбасс. А дети этих людей, которые сидят в Раде, они никогда не пойдут воевать. Почему вы сейчас делаете безапелляционные заявления? Почему безапелляционные заявления? Я бы хотел видеть в окопах сына Порошенко. Как сына Сталина, черт возьми. Как сына Хрущева. Как проклятых коммунистов, да? Вот вы сейчас просто... Не, почему просто? Это нормально же. А почему вы должны видеть сына Порошенко там? Там есть свои методы рекрутинга. А как так? Человек призывает к войне, а своих детей отправляет, извините меня... А почему это ваше дело вообще? Ваше дело в этом состоит? Узнавать... Так все люди, они же... Это дело украинского общества. Они же приходят на выборы и говорят, мы за народ. Мы же другие. И делают людей калеками за 200 долларов. Я хочу, чтобы мы... По минутке. Время уже давно вышло, но я не могла прервать ваш спор. Правда. Какие уроки из этой ситуации должна извлечь Молдова? Вот происходит на Украине, мы должны всегда есть в какой-то ситуации, тем более вы сравниваете. Уроки извлекать, мне кажется, особо не нужно. У Молдовы другое все-таки поведение. В данной ситуации зеркальная, но мы себя ведем иначе, мягче, дипломатичнее по отношению к России. Несмотря на крепкие заявления господина Канду, в меньшей степени Филиппа... И вообще Додон отстранился, можно сказать, от этой ситуации. Нет, он призвал просто... Ну да, обе дружественные стороны. Прекратить, ну конечно, да. Что звучит очень странно, если честно. Но, значит, мы себя ведем иначе. Я не так не думала, ну ладно. Но единственная обязанность, которая у нас есть, несмотря на наше более мягкое поведение, это, конечно же, быть солидарными с украинским народом. Потому что то, что им сейчас перепало... И я повторяю, это не потому, что они виноваты в чем-то. Это, конечно, очень трагично. Народ в чем не виноват. И, кстати, они правы в данной ситуации. Куда ни деться, они правы. Спасибо вам. Благодарю вас, Валерий. Какие уроки должна извлечь... Уроки мы должны сделать очень простые. У нас, нам в какой-то мере повезло, когда это очень больно говорить по отношению украинского народа, у нас есть шанс не наступить в ту лужу, в которую наступили, в страшную лужу, в которую наступили они. У нас есть все шансы урегулировать этот конфликт мирным путем. Есть все шансы. И не вляпаться в ту же историю, в которую вляпались украинцы. Поэтому я говорю, что мы должны делать выводы и не поддаваться, понимать, что вот эта буфонада, которая у нас развязывается на выборах, поменьше обращать на внимание, поменьше брать сердцу. И не дай бог не хвататься еще за оружие, чтобы нищие люди, ограбленные политиком, еще и убивали друг друга. Только этого нам не хватало. Мне остается вас поблагодарить, потому что у вас вышел очень яркий спор. Спасибо вам большое за ваши знания, за нерв и за эмоцию. Это всегда здорово в эфире. И зрители оценили позицию каждого из вас. Вот цифры видите на экране. Господин Демидетский 490, господин Чурья 30. Это в деньгах будет выражено? Нет, господин Демидетский. Мы не подкупаем гостей нашей программы. Это так. Поэтому я вам просто говорю спасибо. Очень обидно. Вы смотрели программу «Дело принципа». Желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова